Девушки отдыхают Обратностями колесницы судьбы Глупый блаженствует Умный страдает Эти слова принадлежат Выдающемуся узбекскому поэту-демократу И просветителю Закирджану Фуркату Которого история называет Лермонтовым Востока Фуркат смертельно ранил Своим словом царских чиновников И узбекских феодалов И был за это Унесен ветром самодержавия За пределы Родины О тебе наша песня Поэт Унесенный ветром Субтитры создавал DimaTorzok 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 Последняя новость Парижа и Санкт-Петербурга Говорящая машина-граммофон Чудо современной техники Последнее слово науки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сколько, простите, стоит это чудо науки? 25 золотых Исключительно из-за уважения к вам Молодой человек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коего вы, я смелюсь напомнить, представляете в Туркестане Что? Я буду жаловаться военному губернатору Я должностное лицо При исполнении служебных обязанностей Да как вы смеете, да я тебя в Сибирь захотаю Негодяи Извольте немедленно удалиться отсюда, господин Нарсомасов О вашем поведении я лично доложу господину военному губернатору Срам, стыд и срам Вы поступили благородно, господа. От имени всех этих бедных людей благодарю вас. Я очень рад. Да. Кстати, я выполнил вашу просьбу. Вот, пожалуйста. Благодарю вас, Александр Петрович, благодарю вас. Я перевел его стихи, очень хорошие. До свидания. Желаю успеха. Вместо христианских проповедей в вашей газете, господин редактор, следовало бы высечь, да покрепче, таких держиморд, как местный полицмейстер. Учителя русской словесности в России всегда страдали излишней сентиментальности, Александр Петрович. Не следует обобщать факты. А этот, как вы изволили выразиться? Держиморда. Держиморда. Всего лишь уникальный тип и только. Помилуйте, Николай Артемович. Глядя на этого типа, местное население полагает, будто русские пришли сюда с единственной целью грабить мусульман. А вы как полагаете, что мусульманам следует в ноги кланяться? Я полагаю, что местное население в интересах престижа России следует прежде всего уважать, господин редактор, просвещать его. Готник, отпусти газельку, блуждать ей суждено, как мне. Сними аркан, ей на земле защиты нет давно, как мне. Ей друга прежних светлых дней не встретить все равно, как мне. Прекрасные, изумительные стихи, и какой скрыт в них глубокий смысл. Верно? Скажите, вы любите поэзию Фурката? Фуркат друг мой. О, так вы счастливейший человек. Вы будете моим гостем. Такие стихотворения мог писать только великий китайский поэт Цу Юань. Я могу вас попросить познакомить Ли Цзинфана с Фуркатом. Я уверен, что и Фуркат очень будет доволен встречей с вами. До скорого свидания. О, нет-нет, не уходите, пожалуйста. Я хочу сделать вам подарок за наше знакомство. Вот вам подарок от Ли Цзинфана. Я не верю в счастье, ради которого необходимо оглядываться назад. Цу Юань. Он прав. Анатолий Цзинфан Вот, господин Ли Цзинфан, от меня. Если хотите, приходите в Саппоэтов. Я там вас охотно познакомлю с Фуркатом. До свидания. До свидания. Знай, русский и китаец, два брата из Полина. Как земли их, издревле судьба их двоедина. Чем крепче дружба их, тем крепче мир на свете. И тем земля счастливее, чем ближе братья эти. О, глупый Ли Цзинфан, это же был сам Фуркат. Господин полицейский, у себя? Беспорядки! На общественных работах! Опять люди отказываются и бунтуют! Помогите! Ты, кэбалван, а не мин в баши! Ваше превосходительство, посидите! Сибирь закатаю! Ваше высокопревосходительство, не погубите меня! Я тороплюсь и буду кратить на строительстве канала бунт. Если не остановить народ, то прольется кровь. Только вы можете успокоить их. А ну? Идите через реку прямо вброд. Надеюсь, что вы успеете. Хорошо, Жан. Останови, Иван. Полиция, что-то опять случилось? Постуют туземцы на общественных работах. Обычная история. Пошел. Иван, поезжай назад. Чтобы завтра во всех газетах было написано, что дочь и сын градоначальника вмешиваются в дела местной полиции. Это же сенсат. Я даже не видел Андрея с ним, полицмейстера Эрза Маска. Это не человек, аздырь. Иван, поворачивай. Ты хочешь опозорить и меня, и своего отца? Ты, кажется, слушал, что я сказала? Я напишу отцу в Ташкент. Это же безрассудство. Там могут стрелять. Какой же ты трус, братец. Завтра же немедленно. Завтра уезжаю в Ташкент. Хорошо сделаешь. Обратно, Иван. Слушай меня. Мусульмане, именем закона, имени Малаха, призываю вас в порядку. В противном случае, вы, мужчин, будут прибегнуть к оружию. Мы не будем работать. Мы не будем больше работать на вас. Мы не хотим работать таром. Мы крепим от теми наказаний. Выдя, не нас крутится. Черт у нас матрощиков. Товарищ Лапа Элиханова. Генералу Канал, она могила. Отпустите нас домой. Мусульмане, меня вы все знаете. Я поэт руси, слуга своего народа. Слушайте меня. Заклинаю вас Аллахом, подчинитесь армазам белого царя. Наш удел повиноваться. Их удел повелевать. Такова воля Аллаха. Я предупреждаю вас. Открыть нас. Я предупреждаю вас. Кричащич. Боите его, послуживайте. Сделайте. Сделайте. Николайка. Стреляй. Стреляй. Не бойтесь. Друзья мои, успокойтесь! Выслушайте меня! Я вместе с вами слушал сейчас Рухи, называющего себя поэтом. И вот, что я понял. Их призвание возвеличивать людей бесчестных, таких же бесчестных и низких, как они сами, и умолять заслуги людей, которые лучше их, выше их, достойнее их. Вот назначение таких ораторов. Помните, русские как русские, понимают разные. Он просит народ слушаться вас, кончить бунт и взяться за работу. А, молодец. Хорошо. А почему так длинно? По-узбекски получается так длинно, господин по-узбекски. Ах, да. Я этого не учел. Мавланому Кеми сказал так. Хоть и труден, долог правды путь. Победит она. Какое лицо. Какие глаза. Сколько в нем силы, боже мой. Обыкновенный туземец. О, если бы ты был хоть немного похож на него. Глупый сейчас блаженствует, а умный страдает. Ажам, переведи. Поэт сказал, что вы умный и благородный человек, господин полицмейстер. А, хорошо. Так разрешите, друзья, от имени всех вас сказать, господину полицмейстеру, что мы можем еще немного потерпеть. Правильно. Мы начнем его. Только при условии, если украдут. Так, не Шувалову и Алиханову. Господин полицмейстер, опасность миновала. Народ согласен продолжать работу. Но они надеются, что виновные во главе с Шуваловым и Алихановым понесут достойное наказание. Не извольте сомневаться, все будет исполнено. Друзья мои, я хочу поблагодарить вас за ваше мудрое решение. Вы помогли мне предотвратить кровопролитие. Продолжайте работу, друзья мои. Друзья, а я для вас. Если вы, конечно, разрешите, могу прочесть сейчас свои новые стихи. Читаю, 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 я тебе работаю. Вижу, правды в мире нет. Плуд, как кукла разодет. Воры в роскоши живут. А за труд награда кнут. А за труд награда кнут. Андрей, чует мое сердце, что происходит что-то очень значительное. Очередная молитва мусульки. Во время молитвы говорит, нельзя, могут убить. Спекулянт украл овец. Фабрикант купил дворец. У начальства им почет. Но народ на них плюет. Но народ на них плюет. Жирный бор построил дом. Нажит дом чужим горбом. Ну-ка, слезь, коня долой. Конь не твой и дом не твой. Наглый и бесчестный сброд. Жирно ест и сладко пьет. Гордо жулики глядят. Но плюет на них народ. Но плюет на них народ. Что ослу придаст ума, хоть парчой его покрой. Будет он тупым ослом, даже взбруи золотой. Но народ на них плюет. Хоть растут у них дома, и деньги в банках их растут. А благородство и ума не купить, не продают. Ступают важно те тузы. Прюха выстави вперед. Хоть задрали высоко носы. Но народ на них плюет. Наглый и бесчестный сброд Жирно ест и сладко пьет. Старик Ташболта, желая сохранить для потомков стихи фургата, бережно собирал огненные строки поэта, рожденные в беседах с друзьями и в поединках с врагами. Но народ на них плюет. Закирджанака. Фургат. Имя этого вероотступника, достопочтенный Бекклербек. Фургат поет Черни. Своими презренными стихами он бросает тень на вас, достопочтенный Бекклербек. Он славит в своих стихах бунтовщиков. Он призывает мусульман забыть Бога. И во всех делах следовать примеру русских. А стихи-то стольщие. Я понимаю в поэзии. Поэтому и говорю, что этот вероотступник настоящий поэт. Прочтите его стихи еще раз. Фургат сказал, молит Господа Мула, сохрани того Аллах, кто и сыт, и разодет, а у нищих Бога нет. Хан садится в фаэтон, бедняков не видит он. Жизнь у ханов сладко и мед, но народ на них плюет. Фургат подстрекатель Черни. Он заслуживает казни. Казнить его. Он хочет разорить нас. А наши богатства добедняков. Он подстрекает Черни. Он богатступник. Мой Бек. Поэт называет ваше правление тьмой. Когда ты станешь светел и богат, то вспомни, что во тьме, во тьме на свете жил поэт Фургат. Я должен заметить, почтеннейший, что Фургат молод и может заблуждаться, но он поэт, и к тому же великий поэт. Уверяю вас, он человек достойный. А известно ли вам, что наш уважаемый этаж болта собирается отдать свою единственную дочь за этого великого поэта, врагам мусульманской веры? Или, может быть, я ошибаюсь? Я узнал это от верных и преданных мне людей. Ну, это правда или нет, Таш, болта? Да, почтеннейший, это так. Найди и пригласи сюда Фургата. Я верно понял. Доставить или только пригласить? Я сказал пригласить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наш трон это наши стихи, Бетлербек. 400 лет тому назад Хусейн Байкара и Лешер Наваи нашли общий язык. Страна их ширилась и процветала. А в наши дни поэты поносят своих правителей, не помогают им управлять народом. Хусейн Байкара сам был и поэтом, и правителем, а не простым Мингбаши. Ты забываешь о поэт, Фуркат. Знай, что ты можешь умереть, и никто не найдет твоей могилы. Я не боюсь. Никто из нас не бессмертен. Ни вы, ни я. Прошу извинить. Смирись, Фуркат. Воспевай своего повелителя. Наш трон слагай сколько хочешь стихов во славу всемогущего Аллаха, иначе тебе не жить. Я знал, что вы шут белого царя, а сейчас убедился, что вы еще хуже, еще ниже. Стой, не уходи, подумай о своей Рано. Беклербек, я не разрешаю говорить о Рано. Замолчите. Не упрямься, Фуркат, иначе твое Рано умрет. Лучше соглашайся. Слышишь, смирись. Каждое твое слово отделяет тебя от народа. Каждый день близит час, когда ты дашь ответ народу. И это будет час казни. Введите таж болта. Ты распространял стихи этого вероотступника среди народа. Ты такой же кафыр, вероотступник, как и он. И мы решили заточить вас обоих в Зиндон. И да отступится от вас Аллах. Ты можешь заключить нас в темницу, Беклербек. Но сломать крылья, на которых летят стихи Фурката, Даря надежду и радость народу, Ты не властен, Мингбаши. Зиндалишь! Вот колечки волос разбросал по травеге отцы. В нем лед белой лилии, мерно журчащим струям. Где подруга, чтоб за руку взявшись вдвоем, В эту лунную ночь прогуляться по тихим садам? Какой поэт? Какие стихи? Это Байрон. Андрей! 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 Андрей, пока ты не познакомишь меня с Фуркатом, Я из Коканды не еду. Как можно? Что скажут люди? Дочь ташкентского городоначальника И обыкновенный туземец. Сенсация. Сам-то туземец. А он настоящий мужчина и большой поэт. Кстати, если сравнить тебя и его... Что? Что ты сказала? Сенсация! В небесах не вечен мрак, на земле не вечен гнет. Встанет солнце, будет так, и народ ермо стряхнет. Нет, должна навеки пасть, власть меча и денег власть. Океан народный тих, но прислушайся, буря идет, И народ врагов своих, как песок с пути сметет. Браво, дому лазовки, браво, мавланок, мукемий, Вы превзошли всех поэтов Коканды. Поздравляю вас. Я очень рад. А вот господин Елецкий никогда бы не напечатал такое стихотворение в своей газете. У меня нет своей газеты, господин Мукемий. А туркестанские ведомости, это один из печатных органов его императорского величества. И стихов, подрывающих основы государства российского, не публикуют. Учитель, а туркестанские ведомости, это один из печатных органов, не публикуют. Хорошо, что он ушел. А Жам, что случилось? Сегодня ночью арестованы Фуркат и старик Ташболта. Фуркат заточен в Зиндон, а Ташболта скончался. Ташболта. Мы сегодня же должны все подготовить, чтобы спасти Фурката. Надо ему помочь бежать в Ташкент. Ты прав. Но ведь Фуркат томится в Зиндоне, а Зиндон не приступен. Не бойтесь. У меня есть знакомый начальник стражи. Этот человек за деньги продаст родного отца. Но обойдется это очень дорого. Я скопил небольшую сумму, но боюсь, что этого не хватит. Думаю, все поможем. Фуркат, Дамуламу Кеми просил меня передать, чтобы вы немедленно бежали из Коканда в Ташкент. Там вас ждут друзья. Если вы уважаете меня, Жам-чан, не говорите мне о побеге. Я должен быть здесь. Не упрямьтесь, Мавлано. Я получил приказание ваших друзей как можно скорее отправить вас в Ташкент. Я не могу не повидать Рано. Она для меня дороже жизни. Вперед. КОНЕЦ Учитель, вы еще здесь? Вас ждут в Ташкенте. Вы же рискуете жизнью. Почему вы не уехали в Фуркат? А будь вы на моем месте, учитель, вы бы убежали? Наверное, нет. Но вас ищут по всему городу. Сейчас же уезжайте. Нет, я останусь до Мула. Уедите. Идите. Попрощайтесь с ней. Рано. Закирджанок. Закирджанок. Рано, не плачьте. Я отомщу ему. И за смерть отца, за все он получит по заслугам Рано. Клянусь в этом. Да простит меня Аллах. Но я должна сказать вам все. Может случиться, что я больше никогда вас не увижу. О чем вы говорите? Что еще случилось? Сердце мое. Бетлербек, будь вы имя навеки проклято. Что такое? Задумал разлучить нас навсегда. У меня никого нет, кроме вас. Уходите из Каганда. Бегите как можно дальше отсюда, из этого ада. Не могу я вас оставить. Ни вас, майор Рано. Ни своих друзей. Лучше не говорите об этом. Я никуда не уеду. Вы можете вернуться сюда, когда все уляжется. Или я приеду к вам в Ташкент, если вы разрешите. А сейчас вы должны уехать, сохранить свою жизнь, мой дорогой. Народ любит ваши стихи и песни. Я прошу вас, уезжайте скорее. Не уговаривайте меня. Я не могу уехать из Каганда. Не могу вас покинуть. Вы меня не слушайте, а не знаете, какая грозит вам опасность. Уезжайте. Нет. Может быть, вы возьмете меня с собой? В Асташкент? Ага. Это невозможно. Слишком опасно. Я могу рисковать собственной головой. Но ваша жизнь... А разве моя? И ваша жизнь, мой любимый, не одной тоже. Хорошо. Едем. КОНЕЦ 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 Мы только погоним, а его живьем доставить Семьем передоставить Поменять его Рано, Рано Закирчанка, уходите скорей Рано, Рано 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 А там вы оба в безопасности. Вы так думаете? Можете мне верить. Я не сомневаюсь, но как это сделать? Как это сделать? Представьте себя очень просто. Нужно только немного решительности и отваги. Личный адъютант его высокопревосходительства, господина военного губернатора Сырдаринской области, генерал-майора Гродекова. Милости просим, милости просим. Чем могу служить столь высокому гостю? Да и желаю. В ваших руках, Бекклербек, находится важный государственный преступник Закирджан Фуркат. Совершенно верно. Вот депеша его превосходительства, господина военного губернатора Гродекова, на ваше имя. Его превосходительство благодарит вас за поимку столь важного государственного преступника. Прошу садиться. Согласно депеше, он должен быть передан в руки русского правосудия и доставлен в Ташкент по делу, не подлежащему оглашению. А что, скажите, в Ташкенте ждет этого вероотступника? Полагаю, что смерть. Он ее заслужил. Государственного преступника Фурката немедленно сдать в руки господина личного адъютанта-губернатора. Ступай. Болван! Это афера! Это же подлог! Надо было немедленно задержать этого авантюриста-адъютанта. Позор! Какой позор! Упаси, Господи, если об этом узнает сам господин военный губернатор. Немедленно закрыть все ворота города! Слушаюсь! Закрыть ворота! Закрыть ворота! Не выпускать никого! Извините, мадам, но я должен снять баранжу, иначе мне хватит удар. Убей меня, Господь, Бог, но я больше не могу. Раздела баранже самое реакционное место в шариате. Все ваши друзья разделяют постигшее вас горе, Фуркат. Они просили меня передать вам об этом. Да сохранит Аллах моих друзей. Спасибо, Александр Петрович. Вы спасли мне жизнь. Я вам очень обязан. Не мне, голубчик, обязаны вы своим спасением. Вы шутите, Александр Петрович? Нет, мне сейчас не до шуток, Закирджан. Вы обязаны своим спасением госпожи Аболенской. Аболенской? Ваше высокопревосходительство. Будьте, как всегда, великодушны. Я умоляю вас, простите, поэты и учителя. Мне известно, что Фуркат отравили реакционные круги мусульман за то, что он восстал против их варварства. Такие люди, как Фуркат, могут быть очень полезны России. О, вы начали говорить языком Чернышевского. Боже упаси. Это меня беспокоит. Вы меня не поняли, ваше высокопревосходительство. Я прошу всего лишь прощения поэту и учителю. Вы же знаете, ваше сиятельство. Разве я могу вам в чем-нибудь отказать? Когда-нибудь вы толкнете меня на серьезное преступление? О, ваше высокопревосходительство. Согласен. На все согласен, моя королева. А этого лжеадютанта не мешала бы и в Сибирь? Что вы со мной делаете? Дело туземца Фуркатен и вообще всю эту коканскую комедию Камин. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Вы довольны? О, ваше высокопревосходительство. Я так обязана вам. Это все? Ваше высокопревосходительство. Молчу, молчу, королева. Я же просил вас наедине называть меня просто по имени и отчеству. Ее высокопревосходительство Надежда Александровна. Нет, я неvie. Ведь запишите на первом höхоп入ляторе. Если прописывайте со своей переменой, thì я прописывайте. А дорога мы ждем стреляем. Итак, что в этот раз мы уже определили мhuman. Судебный поэт Фуркат прославляет русскую культуру. Виновники крушения поезда, старствующими особами приговорены к повешению. Туркистанские новости. Туркистанские новости. Между полководницей Уору Кетри Малинов. Россия принесла стране счастливый век. Наукою теперь владеет человек. Премудрые умы мечтам народа вняв, Построили в стране великый телеграф. И если по нему известие дано, То путь трехмесячный в час пролетит оно, Чтобы о событиях земли, где б не жили, мы всегда узнать могли. Чтоб с дальним западом заговорил восток, Чтоб на юге ты услышать север мог, Чтоб мог поговорить с далекою Москвой Любой ташкенец наш, согражданин любой, Ученые воздвигли телеграф, И славлю я его удел певца избран. Останови. Здравствуйте, господин личный адъютант, Его высокопревосходительство. Здравствуйте, госпожа Поленская. Можете быть спокойны, Александр Петрович, Я не знаю, как мне вас благодарить. Как вам понравилась пьеса полководец Суворов в театре Малиновской? Я, извините, не имел возможности. Я понимаю. Не кажется ли вам, Александр Петрович, Что меня давно пора познакомить с фуркатом? Лучше всего это сделать в театре сегодня. Вот два билета. Первый крест на ложе. До вечера. Трогай. Лучше дарил. Солдаты, благодаря вам Знамена доблестных русских полков Победно реют над павшим Миланом. Так будет со всяким врагом Отечества нашего, Ежели правители иных государств Посмеют посягнуть на независимость России. Это говорю вам я, солдатский фельдмаршал. И я утверждаю, не только царь, Но и сам Бог не может пренебрегать Отвагой русского солдата. Имена ваши с благодарностью вспомнят потомки. И будут занесены навечно В историю государства российского. Слава русскому оружию! Слава русскому солдату! Слава! 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 Ура! 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 Прямо! Слава! Слава! Ура! 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 КОНЕЦ Господин Грандоначальник, скажите, почему от меня скрывают, что сегодня в театр приглашен индийский принц? Это туземный поэт Фуркат, ваше высокопреусходительство. Между прочим, он очень популярен. Вот как туземец в театре. Очень оригинальный. Я проучу его этого невежду. О, Жир, опомните. Ваше высокопревосходительство, не следует забывать, что Фуркат поэт народа. Поэт народа? Значит, враг его величества. Вот что, попросите господина туземного поэта принять меня в антракте. Слушаюсь, ваше превосходительство. Стыдно, что до сего дня мы ничего не знали о Суворове, мало о нем писали. Такие великие умы могут рождаться раз в столетие и принадлежат народу. Какой воин, какой великий человек. Да и в театре его неплохо показали. Суворов был гениальным русским полководцем. А насчет пьесы я с вами не согласен. Автор преувеличивает роль императора Павла. Суворов не любил его и считал царя глупым. Наша спасительница, княгиня Аболенская. Просим. Очень рада познакомиться с вами, Закиджан Фуркат, как одна из почитательниц вашего таланта. Я благодарю вас за все, госпожа Аболенская. Его высокопревосходительство, господин губернатор Туркестанского края, просит вас, господин поэт, принять его в антракте у себя в ложе. Я думаю, что недостоин его внимания. Простите, у господина губернатора мало свободного времени, и принять его у себя в ложе я не могу. Это слишком большая честь для меня. Здравствуй, Александр. Ажалович, какие судьбы? Я узнал, что Беклярдек замышляет уничтожить Фуркат. Что? Он сюда послал убийцу. Его легко узнать. Толстый человек, правый глаз косой. Звать Ализамон. Но только я вас прошу, Александр Петрович, не предупреждайте самого Фурката. Так будет лучше. Поэт очень впечатлительен. И передайте ему, я буду его ждать в доме Юсува. Он сам знает, где это. Ну, до свидания, учитель. До свидания. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, подвластный им народ. И вы, мундиры голубые, и ты, подвластный им народ. Изумительно. Так просто и как глубоко. Так никто не сочинит. Это мог написать гений. У вас есть стихи не худо. А что вы! Разве можно сравнивать? Тут ведь каждое слово жемчужина. Или, например, какие басни у Крылова остроумно, зло и, самое главное, верно. Вот и переведите их на узбергский язык. Я ведь давно рекомендовал вам перевести для своего народа не только стихи Пушкина и басни Крылова, но и статьи революционных демократов. И я пытался, но боюсь, что не выйдет. Для меня это слишком трудно. Вот это сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Вот кое-что из произведения Чернышевского и басня Волк на псарне. Послушайте, ведь это все печатать надо. Это великое дело знакомить своих сограждан с русскими поэтами и революционными демократами. У меня сегодня день огромных событий. Я был утром в гимназии. Если бы нам дали возможность учиться в гимназиях, изучать природу, химию, русский язык, математику, да и вообще следует знать общечеловеческую культуру не только русским, но и нам. Когда я вышел из гимназии, стихи у меня сложились сами собой. Почет ученым, мудрейшим в мире, что помогают нам видеть шире. Народ прозреет и клад науки скоро он возьмет в трудовые руки. Но во тьме сейчас твой народ фуркат, богатей и у нас мудрецов не чтят. Золото рекой наши ханы льют, на свои пиры роскошь и уют. Для науки им жаль отдать пятак. Универт в глазах вечно полный мрак. Отличные стихи. Беру их в очередной номер. И вообще должен вам сказать, дорогой поэт, в ваших интересах, если вы хотите добиться положения, писать больше о России. Прославляйте царствующих особ, русское офицерство. Пошел молоть. Могу вас заверить, я глубоко уважаю русскую культуру, великой русской народ за его ум, талант, мудрость. Но царствующих особ и русских офицеров, вы меня извините, не могу. Это ваше воспитание, господин Фадеевич. По почерку узнаю. Ну что ж, вы добьетесь одного, что вас вместе с ним отправят в места не столь отдаленные. И там мы скажем, как Галилей, а все-таки она вертится. Извините, господа, там у подъезда мальчонка какой-то остановился. Между прочим, симпатичный, а войти сюда робеет. Может быть, по делу? Он у вас спрашивает. Я бы не советовал вам, господин поэт, близко общаться с этим учителем. И если вам неизвестно, могу сообщить, что он находится под наблюдением полиции. Поберегите себя. А я бы советовал господин Елецкой не говорить о людях так плохо в их отсутствии. Вы мне скажете все это при нем. Тогда я буду уважать вас. Вот сюда. Входи, иди, иди. Не бойся, малыш. Входи. Ассалам алейкум, дамулах. Алейкум ассалам. Ты ко мне. Что ты хочешь? Я написал стихи. Мне хотелось бы, чтобы вы их прочитали. Ну что ж. Прошу присесться. Прекрасно. Это ты их сочинил? Я. Хорошие стихи. Но тебе не кажется, что вот в этой строчке... А впрочем, потом об этом поговорим. Как тебя зовут? Садридин Айни. Садридин Айни. Я тебя прошу зайти ко мне завтра. Я их прочитаю, и мы с тобой поговорим. Ты не возражаешь? Я приду, дамула. Спасибо. До свидания. До свидания. Я жду. Он талантлив, это ясно. Замечательные написал стихи. Ай да малыш. Садридин Айни. Этот юноша будет большим поэтом, если только его не сломает жизнь. Эрдийский марш. Играйте мерно трубы. Лети в лета в рыхгул военных лет. Идет старик, закушивая губы. Альпийское рдеет на плечах рассвет. Идет сухой, холодный, осторожный, суровый для людей и для врагов. За ним летят на подвиг непреложный знамена русских доблестных полков. Этот туземный поэт после инцидентов в театре для меня враг номер один. Но справедливости ради следует сказать, что стихи его весьма патриотичны и художественны. Несомненно, ваше высокопревосходительство. А что он дальше пишет? Екатеринный век он поднял шпагой, но шпагу разметал гранит дворца. И Павел I пренебрег отвагой седого воина и мудреца. Мне гатчинские мертвые законы, мне палочная прусская муштра. Нет, лучше старой колокольни звона, до сельской сон мне отдохнуть пора. Смело, очень смело. Дайте-ка я сам посмотрю. Бегут враги, знамена растерявши, посыпав пеплом головы свои. Российские гремят над миром марши, победами кончаются бои. Идет Суворов, впереди дружины. Ему приказ спасти Европу дан. Зарей побед озрены стены. Идет Суворов и вошел в Милан. Подумать только, и откуда у этих туземцев берутся такие таланты. Да, великолепно. Я имею в виду Суворова. Я понимаю, ваше высокопревосходительство. Стихи написаны под влиянием патриотической пьесы. И все же, несмотря на талант этого поэта, его бы следовало наказать плетьми и этапом в Сибирь. Ваше высокопревосходительство. Туземец заслуживает даже четвертования. Однако, смелюсь заметить, фуркат чрезвычайно популярен среди мусульман во всем Туркестане. Могут снова вспыхнуть волнения. Это вызовет новое недовольство Петербурга. Подумать только, до чего мы дожили. Чрезвычайно популярен среди мусульман. Да. Да, с этим нельзя не считаться. Увы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Охотник, отпусти газель Разрежь жестокой свой аркан Свобода ей всего милей Лишь этот дар ей в жизни дан В глаза ей глянь И ты поймешь Ее тоску, ее печаль Не так уж страшен ей твой нож Ей воли Больше жизни жаль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы, кажется, пришли к мавлону Юсуфи? Я тоже. Прошу вас, идемте вместе. Спасибо. Друзья, я вам привез не только его песню, но и скорбную весть я не могу от вас скрыть. Что такое? Что такое? Ну, Юсуфи, я не знаю... Не бойтесь, можете говорить. Фуркатов все уважают и знают. Беклярбек поручил одному из своих слуг убить Фурката. Дамула Мукими не смог к вам сам сюда приехать и просил передать, чтобы вы как зеницу ока оберегали Фурката. Кто этот человек? Назови его имя. Имя убийцы Ализамон. Его легко узнать. Толстое лицо, правый глаз косой. Всегда ходит в черном халате. О, сын собаки! Я задушу его! Нужно найти убийцу, нельзя медлить. Идите ищите его повсюду. Найдем его. До прихода Фурката не следует отсюда уходить. Я только прошу вас, не надо ничего говорить поэту. Мы с вами нашли. Здесь счастья мудрым нет. Блаженствует здесь глупость. А ум источник бед. Уж так устроен свет. А салам алейкум, друзья. А салам алейкум. Садитесь в Фуркат, угощайтесь, и пусть вам всегда сопутствует счастье. Спасибо, спасибо. Благодарю домула Юсуфи. А Жам, какими судьбами? Вы живы и здоровы, я рад. Как до Муламу Кими? Слава Богу, сожалеет, что не мог приехать. Садитесь. Спасибо. Малу Юсуф, просите гостя. Прошу прощения, садитесь, пожалуйста. Угощайтесь, почтеннейший. Ну, расскажи, как до Муламу Кими там поживает? Он очень просил сказать, что без вас он скучает и хочет увидеться с вами. Салам алейкум. Я вас везде ищу. Вот вам просили передать это. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Случилась беда. Я должен идти. Извините меня, друзья. Я скоро вернусь. Ждите меня. Извините. Ваше высокопревосходительство. Господин военный губернатор хочет знать ваше решение относительно арестованного учителя Фадеичева. Петербург. По этапам. Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство. Какие еще события произошли за эту неделю? Все, Ваше высокопревосходительство. За исключением незначительного инцидента, не заслуживающего вашего внимания. Веснее. Туземный поэт Фуркат зашел в гостиницу. Заболел нервной горячкой. А это не в связи ли с арестом Фадеичева? Так точно, Ваше высокопревосходительство. Вот что. Пошлите к нему от моего имени ветеринарного врача Абрама Гершеля. И что? Не поняли? Понял, Ваше высокопревосходительство. Входите, господин Юнас Хаджа. Его высокопревосходительство, генерал-губернатор, не может Вас принять и приносит свое искреннее сожаление. Передайте его высокопревосходительству, что он пожалеет об этом. Абрама Гершеля. Отпустите, Александр Петрович. Да, простите меня Аллах, но я должна Вам сказать все. Может случиться, что я больше Вас никогда не увижу. Битлербек, будь его имя навеки проклято, задумал разлучить нас навсегда. Рано. Рано. А все-таки вертится. Александр Петрович. Марлано, успокойтесь. Марлано... Моя фамилия, господин поэт, Абрам Гершельдов. Я ветеринарный врач конюшни, его превосходительство, господина генерал-губернатора. Поэтому моими пациентами всегда были лошади, собаки и так далее. Так я вас спрашиваю, как же я, бедный еврей Абрам Гершель, мог не приехать, когда меня послал почти что царь? Что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что ничем не могу быть вам полезен. Я вам должен сказать, что у меня самого второй год побаливает что-то в желудке. Так я не знаю, как от этого избавиться. А я помогу вам. Мне? Угу. Послушайте, так кто же получается, доктор? Вы или я? Вам нужно сварить настойку из семян айвы и пить ее. Одну пиалу в день. Из семян айвы? Чудо! Но я не смею вас больше задерживать. Одну минуту. Сядьте. Вот, прошу вас, передайте это губернатору. Боже упаси! Все, что угодно, но только не это. Прошу простить, до свидания. До свидания. Входите, пожалуйста, входите. Да, молла! Закерджан, как вы себя чувствуете? Лежите, лежите. Не вставайте. Здравствуйте, дорогой учитель. Ради бога. Я вам привез привет от ваших друзей из Коканда. Дай бог им здоровья. Закерджан, если бы вы только знали, как мне вас не хватало. Но вот мы опять вместе. Здравствуйте, мой друг Фуркат. О, рад вас видеть, дорогой лизинфан. Не забудьте, мавлано, что ваш талант и вы сами принадлежите народу. Друзья ваши, и я, мы, вас все просим сейчас же уехать из Ташкента. Здесь вам оставаться нельзя. Ссора с наместником царя еще больше сгустила тучи над вашей головой. А сейчас, после ареста Фадеичева, вам особенно опасно оставаться в Ташкенте. У вас здесь коварный и сильный враг. Ваши друзья, мавлано, вас просят и приказывают. Как только сможете, уезжайте из Ташкента. Фуркат, к побегу все готово. Можете ехать. Вам во всем поможет лизинфан. Слушайте вашего брата, Мукими. Лизинфан уходит с караваном в Индию, Афганистан, Аравию, а потом в родной Китай. Вы поедете вместе с лизинфаном. Вы будете большой гостью. А спрашивает русская женщина, мавлано. Не беспокойтесь, мы уйдем. Простите гостью. До свидания. Скорее выздоравливайте, Фуркат. Я буду ждать вас в караван-сарае. Самаркан-Торбазе. До свидания. О, русская госпожа. Милости просим. Вы очень добрый человек. Прошу вас, уговорите Фурката уехать со мной в Китай. За этим я и пришла сюда. О, тогда спасибо, госпожа. Прошу вас. Прошу вас. Вы должны немедленно уехать за Кирджан. Вас ждет участь Фадеевичева. За вами следят люди губернатора. Прошу вас. Уезжайте. Благодарю, госпожа, за вашу заботу, за участие. Память о вас никогда не исчезнет. Я не забуду вас. Не знаю только, мне кажется, что я просто ничем не заслужил такого отношения. Теперь можно сказать. Все равно вы уедете и, может быть, мы никогда с вами не увидимся. Я знаю, я все знаю. Ваше сердце осталось в каканде. Это верно. Беклербек разбил его. Вы достойны самого глубокого уважения, Закирджан. Его высокопревосходительству господину генерал-губернатору Туркестанского края. Ваше высокопревосходительство. Я глубоко тронут сердечным отношением вашего высокопревосходительства ко мне. Я особенно благодарен за то, что... Что? Читай. За то, что вы прислали ко мне своего личного врача. Фуркат. Арестовать! Сибирь! КОНЕЦ 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 Закирджан. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песни я на родину приду